Девушки отдыхают Мы, естественно, делаем музыкальные программы, артисты театров выпускают свои спектакли, так же, как и танцевальные программы, а сегодня мы не показываем только музыку, мы сегодня не показываем только танец, мы сегодня говорим о том, что это действительно представление, оно может быть и модное название шоу, но это действительно событие, когда собираются несколько жанров, и сегодня мы приглашаем и дарим это для наших гостей. Сказку увлечет зрителей в мир удивительной музыки Петра Ильича Чайковского. «Щелкунчик» занимает особое место среди поздних произведений композитора. Эта знаменитая мелодия прозвучит во время спектакля в живом исполнении Ульяновского государственного академического симфонического оркестра «Губернаторский». У Чайковского вообще существует две как бы его вершины, это балет «Щелкунчик» и «Шестая симфония». И вот нам удалось сделать так, что яма, которая вмещает не более 28 человек, а все-таки для исполнения «Щелкунчика» там предполагается оркестр, ну минимум человек 60, а то и 70, а пределов верхних их не существует, это может быть и 100 человек, оркестр большой симфонический. Нам удалось адаптировать эту партитуру таким образом, что она звучит фактически без потерь. В новогоднем представлении также принимают участие многократный лауреат всероссийских и международных конкурсов эстрадный балет «Экситон». Современные хореографии и яркие костюмы превращают спектакль в незабываемое красочное шоу. А роли в спектакле исполняют актеры молодежного театра. Сценарий написала Песчаная Ольга, она тоже работает в Ленском муриале. Она сохранила канву произведения Гоффмана «Щелкунчик». Основной принцип, я еще раз говорю, что нужно было сохранить сюжетную линию для детей, потому что сама по себе сказка такая немножко мрачноватая, но мы сделали просто ее как сказка для детей. История «Щелкунчика» знакома каждому. Это волшебная феерия о мечтательной девочке Марии и ее любимой кукле-щелкунчике, которая оживает в канун новогодней ночи и в героическом сражении побеждает мышиного короля. Во время представления зрители будут путешествовать по сказочной стране и помогут главным героям победить мышиного короля. Кроме спектакля, юные зрители также смогут посетить игровой парк «Страна новогодних игрушек». Он включает познавательную выставку старинных елочных игрушек, некоторым из которых более ста лет, и компьютерную площадку, где можно найти ответы на необычные вопросы о новогодних героях и атрибутах. Все гости смогут ознакомиться с традициями украшения деревьев, в том числе с историей появления елочных игрушек, и узнать о том, когда традиция украшать елки все-таки появилась у нас, в нашей стране, в России. И вторая часть нашей игровой зоны – это, собственно, сам игровой парк, где представлены сенсорные киоски, сенсорные панели, компьютеры. Дети могут пройти испытания и в конце получить очень интересный подарок от Деда Мороза. Ленинский мемориал ждет на праздничное представление до 7 января. Ирина Антонова, Руслан Баталов, Новости Улправда ТВ.